Однажды Лёля Бог послал кусочек сыр. Всем привет! Будет ли сегодня стрим? Будет стрим, вечером будет. Во сколько, не знаю, но, наверное, как обычно, где-то вечером совсем. В общем, она уже, видно, что вскрыто, видно, что мной, видно, что... Если кому не видно, что мной, то это вскрыла я. Когда увидела, что там внутри, решила обратно запечатать и обозреть. Сначала подумала обозреть, а потом думала, что она такая маленькая, что ее обозревать. В общем, картинка, наверное, на заставке будет с вот этого телефона. Хоть Влад и говорит, что у меня картинки с телефонов такие же, как мои очепятки, когда я устала, или вообще очепятки в Контактике, в ЛС. Ну, или как-то так. Короче, моя добрая тетя ездила со своей школой традиционно в какое-то путешествие, и попутно, видимо, заезжали в Колумбу. Но в этот раз, и она мне привезла маленький такой презент, дофига стоящий, как мне сказали. И он был так красиво запечатан. Ну, не так, как у меня сейчас. Вот здесь вот были бантики такие. Оранжевая ленточка и желтая. В общем, я сейчас это сниму, эту желтую ленточку. Это у нас сейчас скажу чего, если кто не в курсе. Яблочная смоква. Когда я первый раз увидела, я прочитала яблочная смолка. Я так подумала, у нас же яблочная смолка. В общем, яблочная смоква. С абрикосом. Вес не указан. Мастерская по стиле. Состав яблоки, абрикос и сахар. И у нас трио. Музейная фабрика Коломна. Вот я бы, наверное, оттуда съездила, в эту музейную фабрику Коломны. Хрен с ним, что это Россия и не какая-нибудь там Европа или какая-нибудь там Азия. Но потому что вот там есть вот это вот яблочная смолка. В общем, оно. Я думала, что сейчас вот я расслабачу эти веревочки и разверну конфетку. Оказалось, она вот в таком вот, как бы типа пакетике. Пакетике, ну, таком вот. Не совсем даже пакетике. Но вот что-то вот такое. Мы ее сюда поставим. А дальше у нас уже вот, ну, не совсем ровно, конечно, потому что я это уже зафигачивала. Была такая наклеечка, изначально она была ровно. Я, значит, снимаю эту наклеечку и понимаю, что это наклеечка. Ее можно потом, по-нибудь, приклеить. Думаю, на холодильник. Мысля промыкнула. А потом, значит, достаю и понимаю, что надо это обратно зафигачить и обозреть. В общем, вот такая вот наклеечка. Я даже вот сейчас обратно зафигачу. Покажу вот так вот. Тяните за веревочку, и дверь открывается. Вот так вот оно. И внутри у нас вот такой, я думала, чтобы, потому что я вчера у тети лопала с чаем другие немножко, такие квадратиками или прямоугольничками, пару штучек. Этой самой вот той же смолки, точнее, яблочной смоковой пастилы этой самой ручной работы. И оно было такими прямоугольничками, ну, такая интересная. А это вот так вот свернуто в рулончик. И она мне напоминает по рулончику, как моя однокласска одна делала, она меня угощала. В общем, яблочные такие она делала, из черной смородины, из черники, еще из чего-то. И, ну, у нее там то ли какая-то, то ли у нее сушилка какая-то специальная, я не помню. Она мне еще видоса скидывала в личку ВКонтактике, они у меня где-то в закладках висят. То ли еще что-то, ну, типа, как сделать пастилу своими руками. Что изначально, как она мне поведала, еще однокласска пастила, это вот именно не то, что вот такое, типа, зефирное. В России было вот постерить это пастила. И вот стелешь яблочное, не то пюре, не то что-то в этом роде повидло. Наверное, или яблоко какое-то протертое с сахаром, или без него тонким слоем на бумажку, наверное, типа такой. Ну, короче, на пергамент или как-то так. Так, пищевой, наверное, пергамент, потому что мне бывший, прошлый, внезапно вернувшийся приятель Дима говорил про этот самый пергамент, что он бывает такой пищевой. Типа продается, я даже видела, как продается. Что он продается? Магнитин, ну, короче, стерешь на него и сушишь там. То ли сушишь несколько дней, просто сам по себе положил, где-то там в каком-то помещении оно сушится. То ли это сушишь в плите, в духовке, не знаю где, или на сушилке, как-то так. Сушилка, которая вот для этих всяких овощей. И получается такая тоненькая вкусная штучка. В общем, вот, люди, если вы вдруг в Коломне, смотрите меня и думаете, что бы Лёльке такое задарить, она такая офигительно няшная. То можете купить вот этой штуке. Сейчас я её даже попробую при вас. Вот, вот, даёт яблоками. Сушёными яблоками. И чуть-чуть вот этим самым абрикосом. Интересная штука, лисипед. Фраза откуда-то, просто няки произносят. Короче, очень вкусная хреновина. Буду сейчас я её с чаем деляпить. Я хотела вообще сначала с копием, с Буси Далайт, это Буси Далайт, точнее, Катана. Но оно у меня благополучно допилось салатушками. И я делала себе тут чёрный чай у меня. Вообще тут у меня намешанный чай. Чай какой-то моей тётю задарили. Опять же, ей, видимо, не подошёл он как-то. А я вся такая всеядная. В общем, там чёрный чай был с какими-то травами русскими. Он сам по себе вот там трав дофига. Чая, наверное, процентов 30. Чай такой средненький чёрный. И такой, ну, я его пить не могла. Вот если лимон туда добавить, то очень нормально. А тут получилось, что я решила этот чай, тот прайд, по-моему, что-то такое. Лондон прайд, как это назывался. Чайную ложку этого Лондон прайда, этой смеси. И на 2-3 чайных ложки другого какого-нибудь чёрного чая. Тут у меня были остатки ещё какого-то чая. А ещё я вчера открыла коробочку лакозайки чёрного. И, в общем, в принципе, оно как-то смешалось нормально. И уже сильно так этими травами не даёт никуда. Как-то они под настроение, эти травы. Ну и, в общем, я вчера всё-таки купила лимончик. Это всё вот сюда. Вот у меня сейчас этот чай тут. На лакозайти и чего-то ещё. Лондон прайд. И лимончик. Вполне нормально пить. И вот это сейчас. Я съем вот с этим сейчас. Может всё. Может не всё. В общем, всем спасибо за просмотр. Всем вкусных, внезапных подарков. Маленьких, больших, средних. И всем пока.